Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы с вами выполним практическую работу номер 1 по дисциплине «Дорожные машины» на тему «Определение основных параметров и тяговый расчет асфальта укладчика. Разработчик, старший преподаватель кафедры ТТЛС Жунасбека Жунара Жунашина». Цель работы – изучение конструкции асфальта укладчика, закрепление знаний по тяговому расчету, определение производительности машины. Порядок выполнения практической работы. 1. Ознакомиться кратким теоретическим материалом работы по номеру варианта, выписать исходные данные для своего варианта из таблицы 1.1. 2. Изучить схему для расчета основных параметров асфальта укладчика, рассчитать тяговый расчет для асфальта укладчика согласно варианту, сделать выводы по работе и, соответственно, оформить. 3. Краткий теоретический курс по данной работе. Асфальт-укладчики – это машины непрерывного действия, предназначенные для равномерного распределения асфальтобетонных или черных смесей по дорожному основанию. По величине первого основного параметра машины подразделяют на типоразмеры. У асфальтоукладчиков выделяют 5 типоразмеров. Первый типоразмер предназначен в основном для укладки асфальтобетонной смеси на полосах уширения, пешеходных дорожках, тротуарах. Второй типоразмер предназначен в основном для укладки асфальтобетонной смеси на одной полосе движения, проезжей части, автомобильной дороги и улицы. Третий типоразмер предназначен в основном для укладки асфальтобетонной смеси на двух полосах движения, проезжей части, автомобильной дороги и улицы. Четвертый типоразмер предназначен в основном для укладки асфальтобетонной смеси на автомобильных дорогах 1 и 2 технических категории при двухполосной проезжей части. Четвертый типоразмер предназначен в основном для укладки асфальтобетонной смеси на автомобильных дорогах 1 и 2 технических категории при трехполосной проезжей части вместе с укрепительными полосами. Студентам необходимо изучить схему для расчета основных параметров согласно рисунку. Из таблицы 1.1 выписать исходные данные для своего варианта по модели асфальтовых вкладчиков. Такие параметры как производительность, толщину перекрытия, мощность двигателя машины, рабочую и транспортную скорость машины, минимальную и максимальную ширину укладки и массу машины. Из таблицы 1.1 выписать размеры дорожного полотна для элементов дорог. Далее по формуле 1.1 необходимо посчитать количество асфальтобетонной смеси, которая должна загружаться в приемный бункер в зависимости от часовой производительности асфальтоукладчика. Определяем геометрическую емкость бункера, определяем рабочую скорость при движении асфальтоукладчика при непрерывном движении машины. Далее определяем по формуле 1.4 производительность крепкого питателя. Из таблицы 1.3 по количеству асфальтобетонной смеси выбираем асфальтосамосвал из таблицы 1.3 грузоподъемностью близко или кратно количество асфальтобетонной смеси, которая должна загружаться в приемный бункер. Далее определяем число автосамосвалов для безостановочной работы асфальтоукладчика по формуле 1.5 в зависимости от отношения производительности асфальтоукладчика на производительность автосамосвала, подвозящего асфальтобетонную смесь со смесительной установки к укладчику. Данный параметр определяется как отношением грузоподъемности самосвала на время цикла. Время цикла складывается из времени загрузки кузова автосамосвала асфальтобетонной смесью, также длительностью разгрузки кузова автосамосвала, дальностью ввозки асфальтобетонной смеси. Также зависит от таких параметров, как от времени от момента освобождения от смесей предыдущего автосамосвала до начала разгрузки следующего при подборе самосвалов. Далее по таблице 1.4 выбирается значение скоростей для того, чтобы ставить формулу 1.7 скорости движения автосамосвала с разным видом покрытия. Далее необходимо рассчитать тяговый расчет. Тяговый расчет определяется по сумме всех сил, то есть при тяговом расчете мы определяем общие сопротивления, которые возникают при передвижении асфальту кладчика, складываются из следующих составляющих. Из следующих сил сопротивления это сопротивление перемещения кладовой части кладчика и предыдущих смесей окруженного автосамосвала. Также сопротивление от сил трения рабочих органов по укладываемой смеси и сопротивление от сил эмоций кладчика и укладчиков и движений после автостановок. Определяем сумму всех сил сопротивления. Далее для обеспечения нормальной работы асфальту кладчика без пробуксовки необходимо, чтобы тяга усилив по сцеплению было достаточным для преодоления всех сопротивлений, которые возникают при работе машины. Далее оформляем работу. При оформлении практической работы необходимо ответить на контрольные вопросы по работе номер один. Здесь на слайде показаны вопросы контрольные в общей сложности действия вопросов. Первый вопрос заключается в формулировке, как работает асфальту кладчик. Второй вопрос, в чем заключается предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси. Третий вопрос, как регулируется ширина рабочих органов. И следующий вопрос, от чего зависит степень уплотнения укладываемой смеси. Основные параметры, техническая характеристика асфальтобетонной смеси. Для чего применяются стартовые колодки. Далее седьмой вопрос, установка требуемого уплата к киджару плиты. Работа уплотняющего рабочего органа асфальтобетонного укладчика. Также необходимо ответить на девятый вопрос, как устанавливается поперечный профиль покрытия. Что такое автоматическая стабилизация асфальтобетонного укладчика. На данном слайде показан список литературы для выполнения практической работы номер один. Спасибо за внимание. До свидания.